Всем привет! Вы на канале RedArmy Airsoft, с вами Александр Евгеньевич и сегодня мы решили сделать обзор одного миниатюрного, но очень интересного коллиматорного прицела Dr.Sight 2+. Так как реплика прицела, который попал к нам в руки, имеет боевой прототип, начнем мы с небольшой драматической исторической справки. Немецкая компания Доктир была основана в 1991 году, когда Бернард Доктер выкупил один из заводов Carl Zeiss. Производила она бинокли, прицелы и разные оптоэлектронные приборы. Но недолго проработав, компания обанкротилась в 1995 году и распродавалась по кускам до 1997 года, когда группа товарищей на развалинах завода организовала компанию Аналитик Йена, которая по сей день владеет торговой маркой Доктер. Сейчас компания выпускает бинокли, увеличительные приборы, ПНВ и конечно прицелы, среди которых выделяется линейка коллиматорных прицелов Dr.Sight. Это одни из самых маленьких коллиматорных прицелов. Их вес всего 25 грамм, а размер меньше 5 сантиметров. В линейку входят Dr.Sight 2+, реплику которого мы сегодня рассмотрим, и Dr.Sight 3, который отличается продвинутой электронной начинкой с возможностью менять настройки яркости и поддержкой работы с ПНВ. Итак, у нас в руках реплика коллиматорного прицела Dr.Sight 2+, купленного в магазине Shooter Combat Gear. Называется там она незатейливо, mini.Sight. Прицел поставляется вот в такой вот незатейливой коробке с очень понятной китайской надписью. Внутри находим салфетку, инструкцию на английском языке, отвертку плоскую с пристрелочным кругом для регулировки, шестигранник, сам прицел в чехле и основу для установки на рис-планку. Прицел сделан достаточно качественно, внутрянка внушает доверие, все хорошо подогнано. Кроме своего вида, реплика никак на оригинал не намекает. На прицеле нет никаких маркировок, зато по форме, расположению регулировочных винтов и крепежных элементов очень похож на оригинал. Также, повторяя оригинал, тут есть съемная база, можно купить нужную, для установки, к примеру, на оптику или затвор пистолета. В случае вот с этим электроглоком было принято решение немного сколохозить и без использования базы установить прицел прямо на затвор. Для этого мы сделали в затворе пару отверстий, на эпоксидку посадили гайки и прикрепили прицел напрямую с помощью пары винтов. Как и у оригинала, у прицела нет никаких выключателей, прицел постоянно включен. Впереди прицела есть датчик освещенности, с помощью которого происходит автоматическая регулировка яркости метки. Выключается прицел по принципу попугайщиков клетки. Вместе с прицелом идет глухой чехол, если его одеть на прицел, доступ к свету пропадает и прицел выключается. Какой способ регулировки влечет за собой единственный замеченный недостаток? В темноте прицел отключается раньше времени, то есть глаз еще видит, а прицел уже отключил метку. Отдельно стоит упомянуть систему регулировки метки. Светодиод, проецирующий метку, выполнен на небольшой стальной пластине. Пластина позиционируется двумя винтами по вертикали и горизонтали, после чего фиксируется в нужном положении еще двумя винтами. Таким образом достигается очень надежная фиксация метки. Прицел можно смело ставить на затвор пистолета с блоубэком. Прицел очень маленький и легкий. Например, установив его на затвор Глока, его практически не ощущаешь. Из-за своих маленьких габаритов прицел имеет очень узкое поле зрения. Это значит, что, например, держа пистолет на вытянутой руке, стоит немножко отклониться от линии прицеливания, и метка теряется из виду. С одной стороны это делает прицеливание более сложным на первых этапах, но с другой это отличный тренажер. Можно тренировать прицеливание на скидку и правильное удержание оружия. Достаточно просто некоторое время походить, удерживая метку в поле зрения. Плюсы. Хорошее качество сборки. Маленькие габариты и надежная регулировка делают возможным применение на блоубэк пистолетах. Минусы. Становится бесполезен в темных условиях. На этом все. С вами был Александр Евгеньевич. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно это сделайте. Будет еще много интересных видео. Если обзор вам понравился, можете поставить лайк. Мы будем стараться дальше. Если остались вопросы, конечно, вы можете их задать в комментариях к этому видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok